всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы говорим про инвестиции развития мышления инвесторов сегодня хотел бы поговорить о книгах которые бы я советовал прочитать моим детям если бы они не задали вопрос папа какие книги стоит прочитать для того чтобы успешно инвестировать чтобы в этом разбираться и не терять деньги именно эти книги позволят одновременно решить несколько вопросов они позволят развивать инвесторское мышление то есть формировать видение куда двигаться второе будет понимание как двигаться и третье соответственно это то с какими рисками может столкнуться любой начинающий инвестор в своем пути создания сохранения и приумножения капитала я все книги разбил друзья на три основных блоком то есть первый блок касается того чтобы человек вообще не понимает что такое инвестиции не знает с чего начать к чему подойти с какого блока подойти к инвестициям просто есть деньги хочется вкладывать и поэтому первый блок касается вот таких вот основополагающих принципов то есть определение финансовых целей ожидания подоходности какие бывают риски совета самых лучших успешных инвесторов которые действительно сделали себе имя создав и себе и своим клиентам значительный капитал второй блок книг касается прикладных значений то есть вещи которые прямо можно брать изучать где есть конкретные цифры есть конкретные факты где есть конкретные исследования где скажем так где есть конкретика которые вот просто берешь и согласно этой конкретики поступаешь и третье наверное это стоило сделать первым это развитие инвесторского мышления 1 и 2 это некие такие вещи которые но честно скажу две книги которые будут названы лично когда я их читал это был единственный прецедент особенно одна книга этом они отдельно расскажу досмотрите видео до конца действительно читая эту книгу я поймал себя на мысли что у меня волосы на макушке такая макушка да непослушная но читая эту книгу я заметил то что масштаб деятельности человека то есть что он делал как он делал как он это гениально проводил у меня шевелились первый раз волосы на макушке шевелились когда я читал эту книгу второй раз когда я стал рядом с этим человеком лично общался на одном из форумов тройка диалог привозила этого человека он до сих пор живой и соответственно я стоял рядом да я слушал те вещи которые говорит этот человек и если опять-таки интересно я тоже скажу в конце куда именно сейчас вкладывается этот человек почему сделал для себя такой выбор и нужно понимать что этот человек который в принципе сделал империю мусорных облигаций соединенных штатов америки и проводил беспрецедентные сделки когда кирка проглатывал кита но об этом что называется в конце нашего видео поэтому обязательно досмотрите его до конца первая книга это деньги мастера крым энтони роббинс один из самых успешных спикеров в мире в россии идет различный шлейф по поводу того правильно или неправильно что это делает тони роббинс с позиции того что написано книги я подтверждаю что там если бы я хотел написать книгу для своих детей по поводу инвестиций наверное лучше чем это сделать они роббинс не получилось что нужно понимать что там достаточно много воды потому что это не роббинс является мастером нлп там много идет программирование даже через текст который написано людям которым нужно конкретика им будет может быть немножко тяжеловато ее читать но основной плюс этой книги заключается в том что tony роббинс со своей экспертизой пришел к самым успешным инвестором 20 века с одним единственным вопросом если бы вы не могли передать свой капитал по наследству то какие советы бы вы оставили своим детям соответственно различные люди с различными стратегиями инвестициями кто-то спекулирует кто-то занимается асимметричным инвестированием кто-то занимается стоимостным инвестированием кто-то занимается распределением Активов, то есть концепции там изложены абсолютно разные. И они изложены достаточно компактно. Первое. То есть есть конкретные инструментарии, что можно сделать. Второе заключается в том, что идет очень хорошая классная подводка. То есть почему нужно заниматься инвестициями? Как нужно заниматься инвестициями? Как определить, сколько денег вам нужно для счастья? То есть там есть конкретные инструментарии, как поставить финансовые цели определить их во временном промежутке времени второе это конкретные рекомендации людей именно советы как делать рекомендации которые даются они даются в большей степени для людей которые могут инвестировать через американский фондовый рынок через американских брокеров инвестиции в американские инструменты которые в том числе позволяют осуществлять глобальные инвестиции в россии это сложно реализовать связи с тем что такие инструменты могут покупать только квалифицированные инвесторы но опять-таки у нас есть решение по этому поводу очень близко концепция которая произложена в данной книге, реализована в сервисе всесезонного портфеля. Ссылка на данный сервис будет под данным видео, поэтому проходите, забирайте. А как это работает, то есть теоретические основы, вы можете получить непосредственно книги. Вторая книга того же автора, Энтони Роббинса, она называется «Непоколебимый». Это продолжение «Деньги мастер игры», соответственно, более новый вариант. Начать можете абсолютно с любой. Лично я советую все-таки начать с «Деньги мастер игры». Здесь, наверное, больше рассказывать смысла нет. Автор один и тот же, концепции изложены одинаковые. Третья книга, которую я советую прочитать, почему я говорю, ее называю в числе одних из первых? Потому что мое мнение, что все-таки в книгах, посвященном инвестициям, очень много специфических терминов, очень много вещей, которые начинающему человеку, который никак не связан с экономикой, никак не связан с инвестициями, очень тяжело понимаются. Почему сейчас я называю книгу Бодда Шефера «Путь к финансовой независимости»? Потому что здесь изложение идет очень простым, понятным языком. Опять-таки, некая такая очень высокая внутренняя мотивация, объяснение, что реально стать состоятельным человеком, сложности в этом нет. Как определить вот это вот видение, про которое мы неоднократно в наших видео говорим? Как развивать свое инвесторское мышление? И здесь вот две книги, две книги Тони Роббинса, две книги Бодда Шефера. Первая книга – это «Путь к финансовой независимости», где достаточно легко можно определить временной промежуток времени, поставить финансовые цели, составить личный финансовый план. Вторая книга Бодда Шефера вообще касается работы с детьми. То есть, если у вас есть дети в возрасте 11-12 лет, уже можно советовать прочитать эту книгу, потому что в очень доходчивой форме, книга называется «Пес по имени Мани», объясняется, как инвестируются, то есть там получается некая такая сказочная реализация, и детям интересно читать, интересно проникаться, интересно самим уже делать, осуществлять первые шаги в инвестиции. То есть, или если вы вообще прямо с инвестициями на «вы», вот очень простой примитивный способ к этому прийти, понять, как это непосредственно делать, почитать непосредственно с детьми. Я сейчас, соответственно, по вечерам, мы отказались от просмотров с фильмов с сыном, читаем книжки, это была одна из первых книжек, которые мы непосредственно прочитали, что вызвало интерес у ребенка к инвестициям. На сегодня закончим с такими вот простыми книжками, с которых стоит начать, если вы вообще не понимаете. Если вы все-таки уже продвинутый инвестор, если вы уже занимаетесь инвестициями, если в портфеле уже сформирован, брокерский счет уже непосредственно открыт, следующий блок книг будет касаться вот именно для людей, которые хотят получить какие-то конкретные инструменты, как отбирать акции, что является ключевым при выборе акций, как распределять активы, какие классы активов существуют, как они друг с другом взаимосвязаны. И это именно блок книг посвящен именно этому. Здесь небольшое такое предисловие, как развивалась инвестиционная мысль в 20 веке. Развивалась она с того, что в 20-30 годах, когда на рынке основная главенствующая теория была, это технический анализ, это трейдинг, это какие-то определенные фигуры построения. И как раз таки в 20-30 годы пришел молодой еврей, сказал, ребят, трейдинг это все ерунда, самое ключевое, это цена, которую вы должны заплатить за актив, и ценность, которой этот актив обладает. И задача инвестора как раз таки заключается определить, соизмерим ли цена, которую нужно заплатить за актив, с той ценностью, которую этот актив несет. То есть это принцип стоимооснового инвестирования. Этим человеком был Бенджамин Грэм, человек, который был учителем Ворона Баффета, Ракула и Замахи, основоположник концепции стоимооснового инвестирования, самая известная его книга, которую советует Ворон Баффет прочитать всем начинающим инвесторам, это «Разумный инвестор». Здесь как раз таки Бенджамин Грэм очень четко определяет, что такое понятие стоимооснового инвестирования, как отбирать акции, как читать финансовую отчетность компании, как дисконтировать будущие денежные потоки, как покупать, выбирать покупку будущих денежных потоков. Действительно, эта концепция зародилась с приходом Бенджамина Грэма и Дода, они совместно, соответственно, есть одна книга, это «Разумный инвестор», вторая книга называется «Анализ ценных бумаг», которую Додыр зачитывал Уоррен Баффет. И Уоррен Баффет был талантливым учеником, который во всей красе как раз таки показал принцип стоимооснового инвестирования, как он работает на длительном промежутке времени. То есть весь успех Баффета, который сейчас ему присуждают, называя его оракулом из Амахи, самым успешным инвестором 20 века, как раз таки он строится на стоимоосном инвестировании. И стоимоосное инвестирование, зародившись в 20-30-х годах 20 века, как раз таки только лишь к 80-м годам 20 века, под прошествием 50 лет, получило такое глобальное распространение, заняло умы абсолютного большинства инвесторов, начались выпускаться аналитические бюллетени, начали рассчитываться автоматом всеми аналитиками инвестиционными домами, финансовые коэффициенты, финансовые показатели, финансовые мультипликаторы. И все начали применять эту концепцию, потому что Баффет доказал, что это непосредственно работает. Но в 70-х, 80-х годах, как в свое время теория стримосного инвестирования вытеснила концепцию технического анализа, так и в 70-х, 80-х годах начала зарождаться концепция управления портфелем, по-другому концепция распределения активов, asset allocation, которая базировалась на двух ключевых составляющих. Нужно покупать различные классы активов. Раз, два, нужно снижать транзакционные издержки. И эта концепция победила концепцию стоимосного инвестирования. И уже в начале 21-го века она заняла абсолютное большинство умов в мире. Более 50% частных инвесторов в Соединенных Штатах Америки инвестируют именно по принципам распределения классов активов через индексные фонды. Заложила основу непосредственно господин Марковец в теории управления портфелем. Где можно про это почитать, где об этом написано очень понятно, доступно, какие инструменты выбирать. Если мы говорим о теории управления портфелем, то это первая книга, которую можно посоветовать. Это манифест инвестора Берстайна. Как раз таки, где он рассказывает, почему нужно инвестировать. Опять-таки, там комбинируется стоимосное инвестирование, там комбинируется распределение активов. Он на длительном промежутке времени, на большом объеме данных показывает, как теория распределения активов более эффективна, чем если вы выбираете один класс активов, какая доля активов должна быть. И, скажем так, ставит прямо на место мозги инвесторов, особенно кто приходит с желанием очень много торговать, очень много заработать на фондовом рынке. Он немного приземляет и опять-таки говорит очень много о рисках, об управлении рисками. Я считаю, что данные книги очень важны для начинающего инвестора, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк данному видео, чтобы не потерять этот список. А мы двигаемся дальше. В продолжении концепции, то есть, первое это Берстайн манифест инвестора, второе то, что нужно прочитать абсолютно каждому инвестору, особенно начинающему инвестору. В данном видео мы говорили о том, как зарабатывают брокеры на начинающих инвесторов. Вы можете посмотреть еще раз. Если вы хотите более подробно узнать, как это происходило в историческом контексте в Соединенных Штатах Америки, вы можете прочитать Джона Богла. Есть такая очень хорошая книжка, называется «Не верьте цифрам», в которой Богл как раз-таки говорит о всех издержках, которые несет инвестор, управляя своим инвестиционным портфелем, о том, что он передает свои средства в активное управление, что существуют индексные фонды, что существуют транзакционные издержки, издержки на управление, издержки налоговые, издержки инфляционные. Соответственно, каким образом управлять этими издержками, как их минимизировать, потому что сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Действительно, уникальность данной книги как раз-таки математическое подтверждение того простого факта, что если вы инвестируете в фонды с активным управлением, где, казалось бы, в принципе, комиссия за управление может быть не такой большой в пределах 2-3%, но эта цифра накопительным итогом на 15-20-летнем промежутке времени превращается в ужасающие цифры накопленных издержек инвестора. То есть то, что он платит из своего превращенного капитала в пользу управляющих компаний. И эти цифры действительно вызывают громадное удивление. От 100 до 200% можно заплатить инвестор только за счет такого, казалось бы, небольшой комиссии в долгосрочном периоде. Хотите узнать про это больше? Покупайте, читайте книгу. Там про это рассказано более подробно. В продолжении темы, опять-таки, Богл вообще является очень талантливым человеком, который объявил свой крестовый поход, в принципе, на Уолл-стрит. Человек, который всегда находился на стороне защиты прав инвесторов, который был против крупных управляющих компаний американских, где он их разоблачал, показывал. Поэтому следующей книгой можно назвать книгу Джона Богла «Руководство разумного инвестора». Здесь конкретное руководство разумного инвестора по инвестированию, по снижению транзакционных издержек. Основная концепция Богла – снижайте издержки, инвестируйте в индексные фонды, минимизируйте налоги. И диверсифицируйте портфель между различными классами активов. И будет вам счастье. То есть ваши портфели будут непосредственно стабильны. То есть если Джон Богл, он больше про снижение издержек, то тот же самый Бердстайн, он больше про управление портфелем. То есть снижение издержек – это через покупку ETF и индексных ETF. Почему это нужно делать? С большим количеством фактов доказательств правоты данной концепции. Бердстайн, в свою очередь, более подробно говорит о том, каким образом управлять портфелем, какие существуют классы активов, почему нужно иметь широко диверсифицированный портфель, как они соотносятся. Здесь очень много времени в книге посвящено вопросу ребалансировки портфеля. То есть что такое различные классы активов, что такое ребалансировка, и как в конечном счете это позволяет получать стабильную доходность на длительном промежутке времени. Раз. Два. Как на автомате управлять эмоциями? Потому что на рынке очень много эмоций, страха, жадности. Люди подвержены этим эмоциям. Они делают какие-то иррациональные поступки, потому что есть положительное подтверждение каким-то действиям, которые они сделали. Вот чтобы не попасть в ловушку иррационального поведения, то есть нужно осуществлять ребалансировку. То есть вы определяете для себя принципы, по которым действуете, сроки, когда вы осуществляете ребалансировку, как часто ее нужно осуществлять, почему ее нужно осуществлять, почему нужно в портфеле иметь различные классы активов. И, соответственно, исходя из этого, вы получаете стабильно приемлемый результат. То есть здесь речь не идет про то, что вы получите какую-то сверхвысокую доходность. Здесь идет понятие стабильный, прогнозируемый, приемлемый результат. Приемлемость в данном случае защита от инфляции, стабильность портфеля, стабильность доходности, которую вы получаете от своего инвестиционного портфеля. Я назвал книги, которые посвящены именно конкретным инструментам, конкретным классам активов, как отбирать ценные бумаги. Третий блок, про который хотелось бы поговорить, это развитие инвесторского мышления. То есть с какими эмоциями сталкиваются люди, работая на рынке ценных бумаг. Что приводит к этим эмоциям, какие ошибки совершаются. И здесь мне бы хотелось, ну не какие-то психологические книги давать, а давать, как говорят, есть хорошая форма обучения в форме игры. И поэтому здесь я хочу порекомендовать художественную-документальную литературу. То есть это художественная литература, которая написана о реальных событиях, которая написана о реальных людях, о реальных компаниях, которые существовали в мире. Что они делали, как они делали, какие результаты они имели и к чему в итоге это привело. То есть как раз таки понимание устройства того, как работает рынок, как алчность к таким кризисам приводит, страх к чему приводит. И поэтому это такая увлекательная литература, которую можно взять в путешествии, которую можно взять в длительную поездку, потому что они сами по себе очень литературно классно написаны. И второе, вы должны понимать, что все эти книги, они основаны на реальных событиях, которые происходили в мире. То есть это, по сути, документальные книги, просто в художественных образах написаны. И здесь первым таким хрестоматийным, наверное, примером является Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Здесь, по сути, описание жизни самого успешного спекулянта 20-30-х годов, Джесси Ливермора. Как он создавал капитал, как он работал на рынке, как он начинал свой путь, как он становился банкротом, как он снова делал состояние, что такое игра на понижение, что такое игра на повышение. Вот действительно, здесь история, которая увлекательная, которая позволяет увидеть, как делались, и не один раз делались громадные состояния на финансовом рынке, как человек использовал эмоции человеческие, какие он совершал транзакции, почему он совершал эти транзакции. Очень увлекательное чтиво для начинающих, для новичков, чтобы понять эмоции, творящиеся на рынке, и как на этих эмоциях можно зарабатывать. Вторая книга – это та книга, которую бы я лично для себя поставил именно на второе место по эмоциональным переживаниям. Книга, кстати, называется «Когда гений терпит поражение». И описание хедж-фонда, Long Term Capital, фонда, который непосредственно создал в мировой финансовой системе в 1998 году брешь в 1 триллион долларов. Это сейчас у нас 1 триллион долларов кажется, ну так себе, да, то есть, когда Федеральная резервная система 4 напечатывала за 12 месяцев, то для нас сейчас 1 триллион долларов – это не такие страшные цифры. При этом нужно понимать, что в 1998 году это громаднейшие деньги, это громадная брешь мировой финансовой системы, это очень маленький хедж-фонд в отношении того объема денег, которые находились на рынке. Фонд, который был создан основателями которого, управляющими фондами, были два лауреата Нобелевской премии, один по экономике, другой по математике. То есть, это лучшие умы на нашей планете управляли капиталами, занимались арбитражными сделками с облигациями, государственными облигациями, имея доходность порядка 20-25%. Нужно понимать, что это люди, которых считали владеющими чашей священного грааля. Это компании, в которых описывается, что саудовские принцы, швейцарские банки, очень консервативные, которые приходили к ним, чуть ли не вставали на колени, кланились в поясы для того, чтобы данный хедж-фонд взял денежные средства в управление, потому что работая с максимально надежным инструментом, который может быть на финансовом рынке, используя финансовый рычаг, леверидж, они обеспечивали доходность портфеля для своих инвесторов в районе 20-25%. И чем, в конечном счете, все это закончилось? Закончилось это, кстати, в книге как раз таки описывается, благодаря дефолту в России. Именно дефолт в России потянул данный хедж-фонд вниз, когда впервые Федеральная резервная система вмешалась в дела корпоративной Америки, в дела инвестиционных домов на Уолл-стрит, и действительно согласованными действиями удалось это все удержать и не дать превратиться в глобальный экономический кризис еще в 98-м году. Очень великательная книжка, как становился данный хедж-фонд, как они управляли, чем они оперировали. Да, там будет более специфичные термины, тут нужно уже более или менее понимать производные ценные бумаги, чтобы понимать весь масштаб деятельности, который осуществляла компания. Но поверьте мне, это очень классная литература, которую стоит прочитать, чтобы понимать масштаб бедствия, который может быть создан, когда у тебя совмещаются безграничные финансовые ресурсы, заемный капитал и фундаментально сильные знания. То есть, когда математическая модель говорит, что ты будешь такой зарабатывать всегда, но ты зарабатываешь на рынке, где есть еще обычные люди, где есть обычные эмоции и как эмоции разрушают четко построенную финансовую модель. Особенно эта книга будет интересна людям, которые как раз таки хотят заниматься трейдингом и тем людям, которые активно используют заемный капитал, будет хорошим уроком, чтобы вы понимали, что гении терпят поражение, да, а не только люди, которые прочитали две-три книги или послушали двух-трех авторов, который вам сказал как торговать фьючерсами или опционами. Следующая книга, которую я действительно советую прочитать всем инвесторам в рамках развития инвесторского мышления, это книга Рэй Далио «Принципы». Книга, которая написана одним из сейчас самых топовых, наверное, управляющих в Америке. Рэй Далио, я часто смотрю, что пишет, какую аналитику выкладывать, мне нравится позиция, каким образом действует Рэй Далио. Человек, который создал высокую альфу, человек, который создал всесезонный портфель, один из самых успешных. И здесь книга, наверное, не столько про инвестиции, вот именно книга «Принципы», про то, насколько принципы, которыми вы себя окружаете, которые вы для себя принимаете за алгоритм, за некое видение, позволяют вам быть успешными, позволяют отсекать различные инструменты, различные возможности, которые появляются, и в то же время использовать другие возможности. То есть, как происходило становление личности самого Рэй Далио, как управляющего крупным хедж-фондом. Когда ты с фундаментальной точки зрения проводишь анализ, оказываешься, в принципе, прав в своих математических выкладках, в своих ожиданиях того, что произойдет, но каким образом или регуляторы, или безумство толпы влияет на то, что, да, то, что ты предсказал, то, что ты спланировал, то, когда история повторилась, это срабатывает, но срабатывает через 10 лет. И получается, что ты оказываешься прав, но ты не имеешь возможности заработать на том, что ты оказался прав. То есть, он рассказывает свой путь, он рассказывает, как он стал популярным, какие принципы он формировал, почему важно иметь собственные принципы, иметь вот эти вот ключевые ориентиры, насколько это упрощает работу, с одной стороны, на фондовом рынке, на финансовом рынке, в жизни, и как это позволяет минимизировать риски, чтобы они не получились, насколько нужно быть открытым к различным точкам зрения, потому что часто приходится в комментариях, допустим, даже у меня под видео видеть различные точки зрения, то есть, человек не эластичен, у него есть своя собственная точка зрения, у него есть свои собственные положительные подтверждения того, что он делает, и какие-то альтернативные варианты, которые он видит, просто не принимает, то есть, они у него просто, ну, отскакивают, как теннисные мячики от стены, при этом он говорит, насколько нужно быть эластичным, насколько нужно быть, принимать эти мнения, да, и именно искать, как раз таки, когда у тебя сформировалось собственное мнение, ты получил этому подтверждение, насколько важно искать другие альтернативные мнения, если все говорят о кризисе, и мы на канале говорим, в том числе, что ждет какой-то апокалипсис, насколько важно для человека посмотреть еще в направлении того, что может быть все будет хорошо, и не плеваться в сторону людей, которые говорят, что будет хорошо. Действительно, очень интересная книга «Становление человека», одного из успешных управляющих хедж-фондами мирового, как он определил эти принципы, и он дает алгоритм, как сформировать вот этот вот блок своих собственных принципов, то есть, зачем они нужны, как они формируются, и как для себя вот эти вот принципы непосредственно определить. Ну и в завершении последняя книжка, она тоже является художественной, как я уже говорил, это та книга, от которой у меня, что называется, волосы на макушке шевелились. Книга Кони Брук, «Балл хищников», это история про Майкла Милкина, человека, который создал, в принципе, понятие мусорной облигации, что это такое, и почему у меня, что называется, были такие эмоции, когда я читал эту книгу, человек, который пришел из ниоткуда, был неким таким пауком, у которого была громаднейшая сеть взаимодействия с пенсионными фондами, страховыми компаниями в Соединенных Штатах Америки, человек, который сделал примерно следующую схему, если в двух словах описать. То есть, просто мы, не знаю, я с другом решаю стать акционером LG или Gold Star. Я прихожу к Майклу Милкину и говорю, слушай, Майкл, нам нужно 50 миллионов долларов для того, чтобы скупить акции данной компании с биржи. Гринмейл классический, то есть, захват. Чтобы у меня было достаточно денег, чтобы акции данной компании скупить. Он говорит, окей, ребят, я организую вам выпуск на 70 миллионов долларов, из которых 10-15 миллионов долларов вы заплатите мне, я вам дам эти деньги, вы за эти деньги поглотите эту компанию, выпустим вам эти облигации на 10 лет, и, соответственно, Gold Star, компания, которую вы поглотили, в дальнейшем будет зарабатывать прибыль, и вы из этой прибыли выплатите непосредственно весь долг, который я вам организую. При этом у него, получается, были страховые компании, пенсионные фонды, которые как раз таки это и делали, то есть, они покупали выпуски, которые организовывал Майкл Милкин. То есть, он организован сначала на выпуске облигаций, брал с тех, для кого он выпускает облигации, он брал деньги с тех, кто покупает эти облигации. Помимо всего прочего, он еще имел опционы на долю основного бизнеса, который покупали за эти облигации. Это были беспрецедентные истории в корпоративной Америке, когда, ну, так оно и называлось, то есть, фраза звучала, как килька проглатывала кита. Компания с суставным капиталом 100 тысяч долларов поглогощала крупнейшие холдинги, таким образом, то есть, он привлекал непосредственно финансирование. Все это, конечно, в счете закончилось плачевно, было уголовное преследование. Майкла Милкина непосредственно посадили, но уже в 95-м или в 96-м году его выпустили на свободу. И сейчас этот человек очень активно занимается тем, что он вкладывается в образовательные программы, то есть, человек, с которым я в том числе общался. Сейчас вы увидите на экране фотографию Майкла Милкина, то есть, человек такой гуманой, то есть, у него голова, очень высокий лоб, очень много знаний, и когда спрашивали еще, это был, если не память не изменяет, 2009-2010 год, когда он в Россию приезжал, то есть, спрашивали, скажите, куда вы сейчас инвестируете, то есть, какие точки для роста вы видите. Он говорит, самое лучшее, что может быть, самое лучшее, что в современной экономике может быть, это обучение людей создавать больше потребительской ценности за единицу времени, то есть, если вы посмотрите все наши видео на канале, то вы видите, мы очень много говорим о потребительской ценности, очень много говорим про образование, опять-таки, это следствие общения с людьми подобного уровня, он объясняет это достаточно просто, когда вы создаете образовательные учреждения, люди, которые приходят к вам, то есть, вы получаете очень много выгод, глобальная экономика получает выгоду от того, что люди обучаются за единицу времени создавать больше потребительской ценности, ну, то есть, это экономика выигрывает, люди, которые непосредственно обучают, очень хорошо зарабатывают и могут поддерживать свою альмаматор, которая дала это образование и на базе этой альмаматор можно создавать определенные социальные связи и управление в том числе, третье, это сам высокомаржинальный бизнес сам по себе, четвертое, это то, что стоимость образовательных услуг в мире растет в 2-3 раза выше уровня инфляции, поэтому, когда мы говорим про образовательные системы, в это стоит инвестировать, ограниченное число компаний образовательных имеют публичное право собственности, то есть, прийти там на рынок акций, купить акции Гарварда, Оксфорда, вы не можете, то есть, это непосредственно частное владение, поэтому, вы или создаете собственную систему образования, или это какое-то, ну, тогда только зачатки были онлайн-образования, которые непосредственно стоит делать и стоит инвестировать, поэтому, вот, фокус внимания, что от этого выигрывают непосредственно все и создатели системы образования и обучающиеся и глобальная экономика и в принципе благосостояние людей если они будут за единицу времени больше производить потребительской ценности то всем от этого будет хорошо то есть человек пересмотрел свои позиции стал такой достаточно как это сейчас принято правильно говорить экологичным человеком и вот он говорит как раз таки про образование и в том числе общение с этим человеком привело к тому что развивается проект max capital развивается данный канал и вещи которые мы даем и платно и бесплатно они как раз таки базируются непосредственно это что же друзья у меня сегодня на этом все понятно что за ограниченный промежуток времени я не могу рассказать о всех книжках которые стоит прочитать у меня есть много чего сказать по поводу того как развивать инвесторское мышление что стоит прочитать каких-то конкретных инструментариев по тому как отбирать акции как формировать инвестиционные портфели а также простая комфортная литература которая позволяет вот именно войти в сферу инвестиций чтобы это было наиболее комфортно поэтому если вам нравится данный формат видео обязательно оставьте комментарий под данным видео какие блоки вам наиболее были интересны то есть какую литературу нужно дать больше которая посвящена опять-таки развитию мышления которая посвящена каким-то конкретным инструментариям или которая посвящена вот таким на базовым частям формирования видения как инвестировать если мы соберем более тысячи комментариев обязательно подготовим и запишем следующее видео согласно того что требуется больше ну а если вы читали какую-то из этих книг то поделитесь своим комментарием под данным видео будет тоже полезно нашим слушателям узнать что для вас было ценного что вы для себя вынесли а также подписывайтесь на канал чтобы получать новые видео и развивать свое инвесторское мышление у меня на этом все на связи был максим петров до свидания удачи всего хорошего